Здравствуйте, дорогие телезрители! Голд Лига играет Логрис против Капкана. Я же, в свою очередь, скажу, что сбор у обеих команд достаточно неплох. И у Капкана все же хуже, потому что не присутствует Казимиру Казар. Нам стало известно, что он дополнительно участвует по большому полю. На область или на Киев играет. И поэтому, конечно, Капкан сегодня будет без него. Но сбор в целом у Капкана хороший. Я на всех случаях нагадаю, что Логрис играет в желтой форме, а Капкан, соответственно, в белом. Мы видим, что все-таки долучился гол кипер Логрис. Были побоевания, что Артура Сологу будет стати на воротах. Мне кажется, что и у Логриса далеко от идеальных сборов не хватает. Я думаю, сегодня не хватает однозначно Власенко Евгена, который, за счет своей скорости и техники, додавал сильные игры в Огрису. Бабуть, что. И Кирницкого так же. И в целом боевая основная игра, что называется Е. В Орахове. Романчука. В прямом мяч он забирает и сразу посовываем. Артур, флагов на горах, выгоняем. Не стесняется Леник Эдуард повыше встречать, подбирать мяч. И борьба за мяч. Собаку Артур на мяч. А вот эта шибка. Ну и аут на половине поля соперника. Просить на 5 метров. Он уже поставил на паркет, но вот это так. Живые. В общем, точно. Сомач сразу разгоняется. Романчук. 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 Вот такой ценой забивает этот мяч. Мне кажется, оступился и повернул ногу. А вот это будет цепить поля. Барктура. Но тем не менее мяч свой. Он забывает. Солобу, Бартур. На 3-й поле. Романчук. 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 Объяснение. Романчук. 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 Настолько я разумею. Да, но мяч переходит к Капкану. Кондратенко на помощь, так неудобно. Передача явно обработать такое крайне сложно. Горхов на дешевых. Высокий прессинг Капкану приносит снова свои плоды. И мяч забирает. Котився мяч, и тому круглый переходит до логеря. У нас все в зелогубах. Будет дешевых, то и не включает память. Тем не меньше. Сберегает. Кондроль. И... Капкан. 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 Дешевых на Романчука. Романчук так неспешно протягивает мяч. Подует передачу линейную. Горхов Евгений, вот тут сложно догнать такой мяч. и не справляется с этим рывком. Шостаков Антон. Пятка. И оленяк Эдуард вовремя открылся. Молодцы. Аут прострел. Сейчас находит Диченко, блокуем. Эдуард. И мяч приходит до лох. Оленяк Эдуард вовремя открылся. Держал, чтобы не спали. Не знал, куда действовать, куда бежать. Сейчас Горохов и вот Кромость будет разыграть. Эдуард вовремя мяч, шукает. Увидоватый. Говорит, что ты пищи на все штыки. Капитана Богдана. Да, в прошлой игре его не было. Я думаю, его не хватало. Ну, даже на счет победы. Прост-треленизм. Но, блин, будем предпочтать. Лучше с такого. Еще. Яченко. Бай-й-й. Бывает сейчас в обороне у Логриса. Задово наскоро осталось, чем Капкан. На самом деле, на редкой искусстве отмечу хороший старт для Логриса. Потому что не постоянно они забивают первыми. Насколько редко. И вот в этой встрече не забили первыми. Какой-то неразберих. На основном вводе аута. Яченко с Сологубом выигрались. И передачи явно не точные. Олейник, Эдуард. На себе придержал, хорошо отыграл. Кондратенко на счет такого. Хорошо комбинировали. Только что Капкан на самом деле. А это кутово я не для Капкана. Удар. Шеварит. Сучный удар на самом деле. Так, с касания. Шеваран Абдуль Сатар вбрасывает. Не доходит до Адресата. И Могдан Кирилл уже в свою очередь будет вводить мяч. Романчук. Потеряли мяч в Лагрейс. Понятно. Значит забираем в него мяч Романчук. Вот работал до самого конца. Не без труда отбирался там мяч. Три в один. И грамотно Алиник Эдуард сближился. Я тебе скажу, что мне кажется, Кардо Алину надо было давать левее передачу. Но момент был утерян. Указывал ему, что три в один. Только поспешите. Необычная хитрость. А что такое Антонер работает? Он блокует. Запоздал Алиник. Воронин. Но вот сейчас есть шанс контратаковать. Нашел зону для удара. Это немаловажно. Далее удар от Романчука. Такое впечатление, что фирк такой и был. Небольшой. Делик только невеликий. Но, наверное, надо было Богдану проконтролировать эту ситуацию. Хотя, может быть, он и видит, что по Узбородой идет. Поэтому решил не рисковать. Самойленко. Мяч. Посоленок. Далее. Романчук. Вновь Самойленко. Романчук с мячом. И вот, и отбасована Евгена. Ну, непоганый контроль, на самом деле. Демонстрирует Луарис. Может сделать его выйти. Гутовый заробляет. Жовтый таким образом. Мяч котився. Поспешил Евген. Саме тому, что Бороков всегда поддерживают. Больный мяч рукою. Абейменно. Не котився. Заброс. Романчука доходит передача. Но тут явно не ударит точно. Ищеварит. Высоковато мяч оказался. Для ноги. На уровне головы. И как ни старался здесь. Георгий не получилось. Интересно. Благодир. Прямолинейно. Но интересно. Ох, хорошая дарь. Константливый. Кирдэй. Кирда забивает на нас. Павел. Хорошим таким ударом. Я думаю, что кандидат обозначен. Да, возможно. Но надо будет осуществить. Неплохой мяч, конечно. С носка в девятку. Правда, был у нас такой зеркально похожий уже в первой игре воскресного дня. Но все же. Будем оценивать. Хороший мяч. 1-1. Герда сбрасывает на Благодира. Неплохой ударной зоне. Понимал Михаил. И пробил. Ну, что плохого. Кутовый. Для Капкана. Самойленко. Исевых. Потом Самойленко. Прикрылись сейчас позицию для передачи. Приходится избавляться, искать, находят зону. Исевых. 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 Переводит мяч на Кутовый таким чином. Богдан решил перестраховаться с этого раза. Почему бы нет. Насправді небезопасно так. Так летело. Давай, давай, давай. Чекало. Такий самоленко расхищал корпусом. Досит передний дядь. Читает. Ворохов. Большая целая группа. Артем. Немножко разобился. Такая разница. Что же саме робити. Але дешевых задается выбор передачи. Горохов входит где? Возможно, зря не отдавал передачи на дешевых. Павлов здесь хороший удар у Горохова. И сразу же метит. Метит. Все-таки пробить поворотом. Как можно быстрее. Понимаете, что нужно забивать. Капкан. Технично. Так. Горик мяч убывает. Але блокована. Пострел. Эмоциональная поддержка от Капкана. Прикольно. У нас правда. Так. За рукой кто-то. Зачепил этот мяч. И это будет штрафный. Знаем, что у Горохова очень мощный удар. Может он классно пробит. Да. И попал он на самом деле в стандалы этого тур. Классный пушечный удар. Он в девятку разойдет в прошлом туре. На самом деле Шштаков сразу разгоняется. Продолжение Тодеренко. Ну, тяжко тому будет встану. И однозначно Шерман спокойно забирает. Шштаков не выключается из биры. Как Олейник Эдуард прочитал в этой ситуации. Не погано. Момент на справлю. Сам его создал Эдуард. Но сам и не полностью користался. Самойлен. Эдуард в спину. Не зафул. Все, что по фоллиптикам не сбиралось. Если Бабуть три, то точно. На матчах такой разгон. Показатели на удар. Гордон Кирилл показывают, что я все контролирую. Не стоит волноваться. 15 минут встречи отыграли команды. Последнее. Египет. Это мяч. Могу спокойно аккуратно. Пас Деченко. Нельзя голкиперу пас отдавать. И не видят эту ситуацию. Другие. Это погибельный удар. Для Капкана. Небезпечно. Засpection. Б deadline. Ждет щёчок по эмануру. Благодаря. Честь. Ну, нужно было постараться Роману здесь положить корпус. Кто у вас заброс сделал? Кирда, и хороший заброс в целом. Капкан так немножко, наверное, более увереннее смотрится в этой последней пятиминутке. Двумя хорошими моментами они отметились. Сказать, конечно, чтобы удалось им реализовать их, но все. Моменты как минимум защиты. Самойлинг, а не обработал ни в мяч, и так... Решил положить руки на спину. Удивленно она так поштовхнула. Хотя, мабуть, в западе он не понимал, чем самих порушил. Почему повалила Алиника Эдуарда? Да, да. Это точно. Без виска пробитая. Выше ворит. Ну, несподиманка не заходила. Приятные звукнения. Так, блокирование. Да. Разошелся. Бельченко. Два фола. За короткий период времени заработал. Играет. Ворит. Алиника. Самойленка, но тот не по хирургу. Гарб, готовый. Бачим, он нарушает пенг команды неприкенец первого тайма. Берман забирает мяч, кидает далеко вперед и вчасно перекусывает, если так можно выстроить из этой передачи. Горохов, на Романчука. Романчук протягивает, интересная передача с крытой пяткой. У меня ходит она на Горохова, но все же Самойленка будет сейчас сводить. Но Логрис придержал и эффектный момент. Я скажу, эффектный момент по завершению. 19 минут отыграли, я думаю, что это последняя минута, завершающая этой встречи в этом первом тайме. Второй тайм уже после перерыва. Ну и самое интересное место пока. Вершую тайму, я как-то. Ну мне кажется, что... Восьмам порывал. Костя, мне, честно говоря, кажется, старт был явно за Логрисом. Где-то минут семь. И последний, наверное, минут тринадцать. Более убедительно Капкан смотрел. Как мне кажется. Моментами, как Искорки создавались определенные у Логриса. Были хорошие розыгрыши. Но это не постоянство, не дает им показывать, наверное, стабильный футбол. И вот за счет этих мини ошибок, где-то, наверное, порывов этих футбольных не хватает. Не хватает команде, которая завершит этот первый тайм с победным счетом. Как минимум. Ну давайте только порученье не перепутаем, а счет один один ничья. Д skyscraper.